привет спасибо что зашли мне очень приятно сегодня будем с вами говорить о парфюмерии о лучших ароматах года летом у нас недавно прошла премия профессиональная среди французских парфюмеров которые учредили какие ароматы самые лучшие берутся ароматы которые вышли в 2023 году в прошлом году и церемония проходит уже в этом году конкретно это было летом в париже в этом принимает участие сами парфюмеры но нас и маркетологи создатели парфюмерных домов в общем профессионалы скажем так одним словом и разные категории в этой в этих этих победителей естественно мужские женские нишевые унисекс я вам про некоторые из них расскажу у меня есть либо отливанты либо пробники и даже один аромат я купила сама не знаю даже что он один из лучших эти ароматы считаются лучшими естественно по мнению как-то называется организация fragrance foundation friends это именно мнение французских специалистов давайте начнем с аромата который подходит и девушкам и мужчинам аромат унисекс от французского парфюмерного дома и просто водного дома у шасс аромат называется под его шасс и именно версия сит хон солей сит хон солей означает лимон солнце лимонное солнце и либо солнечный лимон да кто как хочет аромат у меня есть отливать вот таким образом он выглядит ой естественно из названия понятно да что это сит хон солей значит тут будет много цитрусов он будет достаточно солнечным и в принципе аромат таким является в этом аромате у нас основные ноты это лимон это белые цветы нероли fleur d'orange у нас также тут есть акватичные ноты у нас тут есть нота инжирного листа и в принципе это вкусный аромат я им пользовалась как раз я бы тестила в самую жаркую погоду у нас летом было до 41 градуса я тестила не могу сказать что он меня не душил потому что в такую жару я в принципе не пользуюсь ароматами это невозможно но он был приятным это такой слайд сладковатый цитрус цветы белые ощущается за счет того что тут есть водные ноты все-таки он такой облегченный в базе у нас древесные ноты мускус и амбра который как раз фиксирует этот аромат хорошо и он не прямо так быстро улетучиваются как обычно разные цитрусовые ароматы он приятный но мне кажется что все-таки хоть его поставили в категорию для мужчины для женщин для меня все-таки он слегка сладковат и мне кажется все-таки он чуть чуть больше для женщин подходит нежели для мужчин но понятно что в наше время можно пользоваться каждый чем хочет и этот аромат вполне приятный для меня это такой сладковато цветочный лимон вот так что имейте ввиду если любите такие ароматы попробуйте будете носить лучший аромат унисекс года у меня есть небольшая подсказка по категориям а я поэтому подглядывать буду чтобы понимать как идти по какой очереди давайте теперь перейдем категории фланкер лучший фланкер года либо если таким более понятным языком лучший аромат новая версия существующего аромата в общем это вот так переводится на фланке это новая версия на уже существующий аромат на женскую я вам буду сегодня рассказывать про женский аромат естественно вот это аромат от живанши в очень красивом красном флаконе он действительно очень красивый у меня почему-то какая то есть отсылка к китайской культуре потому что такой из красного лакированного стекла это очень красиво выглядит действительно его приятно держать в руках аромат не совсем мой если не сказать что совсем не мой кстати практически все ароматы которые победители я как-то их не хочу не хотела до за редким исключением и так лучший фланкер женский этого года будет от живанши называться у него длиннющее название буду подглядывать это лентерди лентерди о ду парфюм ружь ультим именно версия ружь ультим потому что есть просто ружь потом есть ружь ультим сейчас вышла еще черная версия мы с ней а они с вами поговорим в новинках парфюмерии летнего летнего сезона ну теперь давайте про вот этот ружь ультим у меня есть отливан я попросила попросила в магазине этот аромат я бы никогда не хотела иметь в своей коллекции в плане пользоваться потому что для меня он относится к таким очень насыщенно удушливым на мой нос на мой нос это слишком 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 интенсивно и не зря в нем и слова ильтим да видимо действительно какая-то повышенная интенсивность аромат красивый очень такой хорошо собранный очень женственный очень присутствующий тут у нас тубероза тут у нас какао тут у нас даже есть от табак в принципе это вот то что я не люблю аромат для меня кажется больше на выход на вечер для такой знойной женщины для уверенной женщины в себе я не представляю что в этом аромате я бы пошла днем например на работу мне так я наверное не смогла но это красиво то что я не смогла совершенно не значит да что там вы не сможете это вкусно это красивый аромат но для меня он в нем нету какой-то фишки он слишком туберозный слишком сладковато вот это какао в нем такой сладко сладость в нем вот этот табак который я также не сильно люблю очень очень им присутствующего него хорошая стойкость кстати я когда его тестила он достаточно долго держится и он ощущает аромат кстати создан одним из лучших парфюмеров доме никого пион один из таких прямо метров метров в с ним также было еще два других парфюмера женщины одна также очень известная анна флиппо а третью к сожалению не помню но это к тому что аромат создали очень очень скажем квалифицированные и уважаемые парфюмеры так что если вы любите что-то такое насыщенное богатое ближе все-таки к вечеру чтобы ощущалось что какой-то статусное попробуйте может быть вам понравится идем дальше аромат который победил а в таких коммерческих номинациях как лучшая рекламная кампания и лучший флакон это аромат от модного дома джон поль гути аромат под названием дивина дивин божественная и это о ду паха сейчас уже вышел плю паха да они практически флаконом похожи просто один более блестящий другой немножечко более матовый в общем как бы уже пока выдавали премии уже вышел следующий фланкер этого аромата но мы с вами рассматриваем именно ароматы которые вышли в прошлом году аромат 9 действительно красивый красивый флакона форме женского тела в корсете с ярко выраженной грудью все это очень красиво рекламная кампания мне тоже принципе кажется красиво они там на корабле плывут и такая пышная красотка лежит как-то так в такой позе там какие-то морячки как обычно всегда жам поль гатье да никуда без морячков в общем красивая рекламная кампания и аромат в принципе если брать а вот такие сладковато фруктовые ванильные ароматы которые я не сильно люблю он все равно приятный он меня не вызывает никакого такого негатива и я если скажем меня заставят я могла бы им пользоваться в отличие например от вот предыдущего ультим хуж ультим да который для меня кажется уж слишком таким вечерне насыщенным вот этот хоть он и тоже сладковатый там тоже белые цветы но он у меня нету такого ощущения что он только на вечер он вполне можно выносить и днем он очень тоже женственный он давайте его сейчас освежу освежу в своей памяти вот у меня тут облота он приятный это приятный аромат в нем в начале такая фруктовость при том в начале это фруктовость немножечко химозная немножечко искусственная потому что тут такая молекула как-то она называется калипсу лика что-то с калипсо связано там какие-то арбузные ноты фруктовые ноты то есть тут фрукты не совсем натуральные да но опять же это не фрукты освежители воздуха нет это достаточно все приятно цветочная составляющая этого аромата это цветок лилии который ведет себя здесь очень приятно она не агрессивная в ней нету вот этой какой-то перечной кислотности которые обычно ощущаю от лилии тут она приятная тут у нас также жасмин и иланг-иланг и в базе тут такая интересная нота как безе именно вот эта сахарность до которой присуще этому аромату тут у нас также пачули и какая-то и мне кажется мускус тут должен быть аромат действительно очень женственный цветочно мускусно сладковатый потому что фрукты они как бы со временем проходит у нас остается именно вот такой цветочном мускусно сладковатый остаток и кстати в этом аромате нету ванили в общем очень-очень такой жест женственный и я думаю он очень многим должен нравиться и опять же наверняка поэтому его и выбрали хотя бы выбрали не как лучший аромат да имейте ввиду а как самый красивый флакон и самая красивая интересная рекламная компания какой же аромат стал самым лучшим да если divin это только флакон какой же аромат они решили признать лучшим для меня это было очень большое удивление потому что я этот аромат всегда для меня оказался но нереально сладким какой-то очень монотонным что ли но опять же это только мое мнение аромат berberi goddess опять же опять богиня и что нам пишет производитель нам пишет что аромат goddess относится к гурманским что открывается он с трио ванили тут у нас три вида ванили тут какая-то икорная ваниль ваниль и абсолю ванили то есть а ванили тут как бы три вида ванили поэтому прям такой ванильный ванильный плюс у нас тут лаванда в начале то есть это лаванда и много-много ванили я вам скажу честно я даже когда вот на себя его брызгала тогда еще и вот сейчас прямо до в начале есть ярко выраженная нота ванили она очень отчетливая от нее прямо вот она точно есть даже если не прочитаешь ты понимаешь что тут есть войне но этого не о это лаванда но это лаванда достаточно быстро уходит и у нас остается очень ванильный 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 остаток на коже мне кажется что этот аромат также естественно понравится он нравится не зря они уже за это время выпустили гадас интенс мы о нем сами тоже поговорим в другом видео но я мне он мне этот аромат не кажется интересным до ваниль и и и лаванда ну как бы и все нет никакой загадки очень уверенный аромат в нем как бы не туда каких-то таких ноток которые вдруг появляются неожиданно тут как бы все очень четко у нас лаванда она у нас уходит остается ваниль как они нам тут пишут что это аромат очень богатой личности и очень запоминающийся сак сразу с первого шика скажем так я не знаю меня этот аромат никогда не трогал и и мне кажется как раз немножечко скучно ватом мне не каждый мне он не кажется очень супер интересным вот прямо очень очень такой прямолинейный без загадки опять же это только на мой взгляд но тем не менее это был признан лучший аромат женский года профессионалами спорить с ними не буду но наверняка тут сыграла такая тут сыграла роль то что в принципе это один из редких запусков какого-то нового аромата да не какого-то очередного фланкера а действительно новый аромат это как бы впервые появился аромат гадос никак все что мы видим да в основном вокруг нас что какие-то фланкеры 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 тут нет тут действительно новый люксовый аромат и наверное поэтому они решили признать его лучшим фланкер конечно это не единственный аромат новый прошлого года но тем не менее давайте немножечко буквально про мужской аромат номинация за вклад вклад в искусство парфюмерии это аромат myself от и все равно это мужской аромат и это воду туалет мне кажется у меня нету от ливанта но у меня тут прямо несколько блотеров аромат с бергамота с белыми цветами но такая достаточно традиционная пирамида для мужского аромата он приятный он приятный он он не вызывает какого-то отторжения но он какой-то опять же как и гадос на мой взгляд он не какой-то такой выдающийся чтобы выдавать призы такое ощущение было на этой церемонии что вот этот аромат myself от и все лоран получил приз потому что наверное они как будто были спонсоры этого всего мероприятия потому что такая странная премия за вклад да вот в парфюмерное искусство но тем не менее аромат может подойти молодому человеку и мужчине но он не какой-то вызывающий он не какой-то торжественный он не какой-то спортивный а именно такой вкусный ровный на наверное случай жизни когда надо просто вкусно пахнуть да не надо что-то такого выдающегося вот приятные но не более опять же на мой взгляд сейчас вышел фланкер на этот аромат просто паха ли паха для мужчин тоже также поговорим о нем с вами там в другом видео вот ну просто хотела подметить что не только же про женщин говорит немножко поговорим про мужчин если вот надо подарить мужчине ароматы не знаете да что он любит этот настолько нейтральной что он может понравиться большинству кто не хочет что-то прямо такое очень-очень с какой-то там выдумкой в наше время никак не обойтись без экологии и естественно была такая категория под названием за ответственное за ответственный подход к парфюмерии за и было две категории две номинации для марки который уже заявила о себе за для известной марки и для марки которые существуют менее пяти лет марка который заявила о себе и всем известно оказалась марка правда и аромат paradox and dance именно интенсивная версия я вам скажу сразу что я никогда не понимала аромат paradox у меня никогда особо не нравился я его просто он мне не нравился и нтс ведь версию я как-то тоже обходила стороной и решила по тесте только когда узнал об этой номинации о том что аромат победил и хочу сказать что вот эта версия интенс она в принципе для меня показалось более интересная чем обычный парадокс тут у нас в начале груша тут у нас много цветов белых у нас тут есть мох у нас тут в базе ваниль как бы достаточно интересно до груша мох ваниль также тут есть естественно какие-то молекулы типа амброксана это и есть вклад до вклад в экологию что они используют какие-то созданные искусственные ноты аромат чем пахнет кстати этот аромат было очень сложно найти у нас во франции почему-то но во франции в моем городе в экс-ан-провансе его очень мало действительно его покупают его очень сложно найти чтобы можно было потестить действительно в нем ощущается вот этот амброксан в нем ощущается груша в нем ощущаются белые цветы и это достаточно интересно лицом этого аромата является актриса забыла какую зовут мало молодая до достаточно и наверное именно аромат рассчитан более на молодую аудиторию и мне кажется что этот аромат действительно на более молодой аудиторию если же ванши это такая для меня женщина уверенная если гады с бэрбери для меня это женщина такого среднего да там 30-40 лет 50 то это я вижу именно на молодой девушке аромат приятный вот очень удивительно насколько обычный парадокс мне кажется вообще вообще ни о чем да если так можно сказать про работу хороших профессионалов да то это действительно интересный в нем какая-то озоновость есть какой-то воздух чувствуется цветы приятные ваниль не прямо чтобы там такая до убойная была вполне приятный аромат и в общем категория тоже такая модная сейчас за экологию в этой же категории аромат который принадлежит к молодой марки именно этот аромат у меня был я бы купила сама не знаю вообще что он станет победителем это вот этот аромат от малоизвестного нишевого дома карлотто рей карлотто рей в принципе как бы итальянка но вообще-то все сделано во франции и считается французским брендом изначально марка производила одежду и несколько лет уже начала производить парфюмерию нишевую притом она не прямо супер убойно дорогая вполне такие приемлемые цены на уровне люкса у меня тут куплен travel формат я потому что чаще всего покупают travel форматы как можно меньше пока я не поняла что да я очень хочу этот аромат и потом покупаю большой у меня это уже второй аромат от этого дома у меня есть еще другой аромат под названием мандарин и зеленый матэ который я очень часто пользовалась в летний период вот когда было жарко очень приятные но это не об этом сегодня аромат победитель в категории ответственное отношение в к экологии марка существующие менее пяти лет под названием мира и горелый горелое дерево вот такое название сложная мира и горелое дерево чем пахнет этот аромат в принципе можно сразу понять из названия когда наносишь аромат сразу чувствуется в нем какая-то лакрица она как бы заявлено можжевельник ощущение какого-то дыма да не зря у нас тут именно дерево который сгорел да вот этот эффект дыма тут есть тут у нас есть фруктовая часть это яблоко зеленое и абрикос у нас тут также есть ноты кожи в конце я как этот аромат хорошо знаю потому что я им пользовалась и в нем есть такая парадоксальность что он кажется одновременно и прохладным и теплым это очень интересный такой такой микс потому что с одной стороны как это может быть да и холодный и теплый но это действительно ощущается потому что у нас вот это дерево которое сгорело да это как бы огонь но она уже охладилась и также у нас тут мира который придает какое-то тепло очень интересный аромат и я его вижу больше на зиму на холодное время года он такой согревающий он немножечко естественно мускус на кашемировая какой-то в нем в нем ощущение есть фруктовость проходит достаточно быстро вот это яблоко абрикос они недолго держатся это только в начале лакрица остается она достаточно долго держится но в принципе аромат сам по себе не очень долго играющий он очень приятный но он не очень долго держится на коже то есть хочется там через два часа три часа опять его на себя нанести но очень интересная композиция между прочим ее создал жон мишель дюриез жон мишель дюриез это такой парфюмер который работал с разными парфюмерными домами и естественно сейчас создал свой дом и у него очень интересные композиции и очень вполне знаковый такие ароматы по погуглите посмотрите и он именно работал он создал этот аромат я такие ароматы люблю они немножечко 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 мускусно-пудровые древесные но не удушающие в нем нет вот этого души которые обычно я не люблю в ароматах и который для меня символизирует именно вот много белых цветов и много ванили вот это меня как всегда души тут такого нет вот так выглядит кстати хочу вам почему я взяла этот аромат чтобы вы видели что там за пару лет до за пару лет они поменяли упаковку это вот предыдущие упаковки были это новые упаковки чуть выше и вот эти новые упаковки они откручиваются и можно заново налить да вот как сейчас модно а вот раньше там полтора года назад они так не делали этот флакон надо будет потом выкинуть он не откручивается наверное это и есть вклад в экологию да за что они получили приз и давайте закончим ароматом который был признан лучшим уже не по версии профессионалов до гады с барбри а по версии публики по версии покупателей что я могу сказать покупатели решили что самый лучший аромат года это аромат лави и белль но 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 не просто лави и белль а именно и рис абсулю версия и рис абсулю фланкер и рис абсулю то есть абсолют ириса у меня тут есть отлива антик его попросила в магазине все фуга кстати этот этот аромат и рис абсулю тоже он как бы сейчас не вне везде представлен потому что лави белль выпускает фланкеры да как вообще как сумасшедшие за это время не знаю сколько их вышло опять же тут вышел совершенно новый эликсир очень красивый красный такой красный сама вот это сам сам аромат красного цвета очень красиво тоже поговорим об этом в другом видео и я когда хотела тысяч вот этот и рис абсулю мне пришлось действительно побегать поискать и вот еле-еле нашла чтобы был тестер и можно было попросить отливантик что они говорят что якобы вот этот лави белль и рис абсулю что тут ирис очень растительный очень с каким-то зеленым уклоном что он не пудрово ядреный да если так можно сказать и что этот аромат легкий я не знаю я не хочу опять же сильно критиковать но я для меня это очень странно что лави белль может быть легким да это но для меня само понятие аромата лави белль он никак не может быть легким это достаточно такое прямо вот сильно сладкая присутствующие я не знаю как где они увидели легкой но тем не менее они пишут что ирис тут такой прибитый тут у нас также есть фруктовые ноты тут у нас есть смородина тут у нас есть гурманские ноты такие оля фруктово-фруктово-желейные какие-то инжир и из цветков кроме ириса тут флер оранж давайте сейчас при вас напомню себе как это пахнет для меня тут очень ярко выраженный ирис но он действительно такой знаете ирис немножко напоминающую помогна напоминающий помаду вот какой-то такой тут ирис фруктовые ноты я не особо чувствую я чувствую немножечко белых цветов лед оранжи я чувствую вот у них тут заявлен инжир я ему не особо чувствую но я чувствую фруктовый микс действительно фруктовый микс такой сладкий тут это все очень сладко я не знаю повторюсь как где они тут увидели легкость нет никакой легкости это достаточно насыщенно достаточно так сладко даже черная смородина который в начале заявлены я ее не сильно ощущаю я ощущаю какой-то фруктовый вот что-то такое есть какие-то фрукты но что это черная смородина и что-то инжир это не очень понятно почулись такой терпкой ноты очень хорошо ощущаются жасмин флерд оранж до ирис но опять же вот какой-то он такой вот как будто бы помада как будто бы я себе сделала сводч помадный вот как как то вот так какое-то такое ощущение не знаю для меня это совершенно нелегкий но тем не менее марка заявляет о том что это такой растительный ирис зеленый легкий не знаю не буду спорить но тем не менее аромат был выбран лучшим ароматом года и именно по версии покупателей видимо покупатели знают они готовы за это деньги платить поэтому прислушаемся к ним вот мне кажется я вам рассказала про все ароматы которые у меня есть в наличии до либо формате пробников от левантов либо формате самого аромата из всего что я вам показала я лично купила и потому что мне было интересно я захотела еще до того до того как это номинация была аромат от карлота рэй мне он интересен но он совершенно не ли и это аромат четко на холодное время года есть еще категория нишевые ароматы у меня их нету это было три нишевых аромата один от а муаш гайданс был признан лучшим ароматом года и действительно этот аромат вызвал какой-то прямо фурор у людей что это такой прямо комплит до такой полный аромат он и фруктовый цветочные и восточные древесные и пудровый мусс то есть он как бы в себя собрал все вот эти категории все качества что это очень аромат женщины очень женский он очень стойкий да я его пробовала я его тестила в бутике но это еще было до того как я собиралась это видео сделать поэтому мне нету ни от леванта и там такой бутик там от леванта не попросишь в ход можно было заказать конечно потому что на сайте а может можно заказать пробники но там надо заказывать минимум на 50 евро а пробник них стоит вроде 8 или 9 и мне как-то там больше ничего не хотелось поэтому я не стала этого делать скажу просто на словах что да я пробовал этот аромат мне он понравился но у меня он вызывает я очень представляю что моя мама так пахнет он очень какой-то женственно родной он какой-то приятный хочется обнять и даже в этом аромате говорится что это как бы аромат женской кожи женского прикосновения объятия женского я такой почувствовал но почему-то мне сразу видимо самая любимая женщина меня это моя мама и я почему-то сразу вот ее представила ибо этот аромат очень подошел я вот как-то так представляю я думаю будет приятно знать что я и это вижу ее в аромате за 350 евро до самый аром самый дорогой аромат и все которым сегодня показывала вот так же было еще две другие категории вот а муажь гайданс это марка который уже давно существует также был аромат нишевый для марки который недавно появилась это безумной бачи и ваниль как-то называется ваниль как-то не помню второе название понятно что ванильный аромат я не смогла этот аромат найти у нас его просто нет у нас вообще этого бренда в принципе нету и можно только на сайте купить в общем опять же это достаточно сложно марка не представлена в бутиках нигде и третья категория была нишевый аромат принадлежащий к большому концерну и это был бренд живанши их про и вот коллекция не люксовая именно нишевая который называлась тэмерер вроде этот аромат я тоже не знаю ничего не могу про него сказать вообще если гайданс я по крайней мере пробовала то тэмерер я не знаю поэтому не буду ничего говорить если вам интересно тоже может быть может у вас где-то ваших городах этот аромат есть но был признан лучшим нишевым ароматом от большого концерна все мне катя вам все рассказала была еще номинация лучший магазин это оказалось сэфора и был еще какой-то еще что-то мне кажется где лучше всего людям комфортнее всего делать заказы в онлайне и вроде опять же это было сэфора мне так кажется вот на мой взгляд мне показалось что победители немножечко на мой взгляд между собой немножечко похоже в чем-то немножечко мне это показалось скучновато но это лишь мое мнение и мне как-то вот даже потестив потом до всех победителей или зная их заранее мне как-то ничего не захотелось заново купить единственное что я для себя открыла это парадокс интенс что действительно интересный аромат в отличие от парадокса который мне вообще не понравился даже мягко сказано то and intense интересный и сейчас вышел новый аромат парадокс virtual flower вроде что-то там виртуальный цветок у здесь идет реклама у меня есть опробник от него тоже вам расскажу чуть в другом видео про новинки лета вот но intense интересный очень удивительно но аромат оказался интересным может потому что там есть оба амброксан который я люблю и груша который я люблю может быть это как-то сыграло какую-то роль что мне этот аромат понравился мне кажется я вам все рассказала про всех победителей все ароматы с вами обсудила надеюсь вам было интересно если есть какие-то вопросы пишите мне всегда приятно когда вы комментируете ставите лайки пожалуйста не скупитесь и до скорых встреч пока пока